Всем привет! Завтра мы с Нейтером улетаем в Ригу и сейчас я сижу собираю чемоданы и решила вам снять видео вместе с вами собираем чемоданы. В этот раз мы летим опять на очень дешевой компании, low cost, и летим мы на самом деле в этот раз не напрямую в Ригу, а через Бельнюс, и летим мы, как эта фирма называется, на Луиз Эйр. И из-за того, что мы летим на Луиз Эйр, в этот раз мы не едем с нашими любимыми маленькими чемоданчиками, кто меня смотрит давно знает о чем я говорю, а в этот раз мы просто взяли один большой чемодан, потому что это не выгодно было брать два маленьких, выгоднее было просто взять один большой, и можно туда почти до 32 килограмм, поэтому сейчас я собираю этот бывший чемодан, но надеюсь только хлама не набрать, как я это люблю, и в общем покажу вам сегодня, что я беру с собой в чемодане, что я беру с собой с сумками в сам самолет. Ты думаешь, о том же, о чем и я? Ну что ж, давайте начнем с первого, что я с собой беру, надеюсь нам хватит света снять это видео, мы берем вот обязательно две такие подушки, я знаю, что кто-то любит их, кто-то не любит их, они для меня просто незаменимы, и с того момента, как я познакомилась с этой подушкой с мягкой, я вообще ни на что ее не меняю, и даже если у меня все-все-все перегружено, я обязательно с собой беру, я буду ее на себе в зубах тащить, но она у меня обязательно должна быть, потому что на всех этих дешевых компаниях, на которых мы летаем в последнее время, потому что на них просто дико дешево летать, а сидушки очень неудобные, и вот эта подушка просто самый супер, то есть обязательно нужно брать, в общем моя вот эта черная I love Vena, это я когда-то в Вене купила, и у нас все равно такая вот серая подушка, так что эти подушки мы обязательно берем, я с собой в самолет на самом деле в этот раз беру, поскольку чемодана моего нету, обычно у меня есть маленький чемодан, просто свою сумку, вот у меня вот эта вот моя обычная сумка, с которой я сейчас хожу каждый день, да, сумка от Селина, и давайте я вам расскажу, что же у меня тут есть, вот так вот я ее запуковала, запуковала, упаковала, на самом деле я здесь попыталась вытащить все, что мне не нужно, все, что я ношу в Израиле, и оставить только то, что мне будет нужно за границей, вот, у меня здесь есть вот такой вот кошелек, в котором у нас наши паспорта, я вот купала на ebay, я вам по-моему его где-то показывала, он очень удобный для того, что нужно нам, он выглядит пустым, но на самом деле здесь вот на Эцера паспорт, у меня паспорт покруче, смотрите, какой у меня паспорт, у меня вот такая вот прикольная обложка от паспорта, которая сделана из пробки, это мне мам привозила с Португалией, это мне мам привезла с Португалией, видите, дико прикольно выглядит, мне нравится, по крайней мере, вот, в общем, очень удобный этот кошелек, на самом деле, здесь у нас паспорта, наши международные права, потому что с Израиля, когда летишь, где-то если хочешь водить, нужно вот такие вот иметь международные права, которые сейчас обратно не залезают, а тут есть, можно, даже место для ручки, у меня маленькая ручка с iHerb, которая вот пригодилась, разные записочки, тут кто-то может класть кредитки или удостоверение личности, если честно, я решила, этого не делать, потому что у меня есть просто мой кошелек, куда я это все складываю, ну, сюда тоже можно складывать, кто хочет, в общем, тут еще есть карманчик для мелких денег, в общем, супер кошелек, в котором можно таскать все документы, 100, 3 доллара, копейки и вообще стоит своей цены, конечно, он немножко сделан по-китайски, хотя, в принципе, он сделан неплохо, но видно, что это Китай, а не что-то хорошее, но ему дала бы вот такую твердую четверку, очень классный кошелек, его беру с собой, также у нас у каждого, вообще не у каждого, у нас вот напихано по всему, где только можно, вот такие вот маленькие кошелечки в моем кошелечке, и кошелечки, ну, как бы кошелечки, вот это так выглядит, здесь лежат наушники, здесь моя зарядка для телефона, сам провод USB и сама зарядка, потому что, если я вам буду снимать влоги, мне нужно, чтобы это было при мне, мой маленький кошелек, в котором всегда путешествует, фоссиль в моей сумке, с собой беру маленькую пудру от Chanel, просто компактную пудру, да, потому что у нас предстоит перелет недолгий, но у нас предстоит потом еще в автобусе ехать 4 часа до Риги, поэтому припудру носик, чтобы все было на месте, вот, беру ее с собой, обычно я не таскаю с собой пудры, но поскольку тут придется ехать долго, я знаю, что с самолета буду вся лонг, раскисшая, в общем, я беру с собой, обязательно в самолет беру, очень, я знаю, что многие в самолете делают разные лицевые процедуры, назовем это так, я этого никогда не делала, вообще в самолете своим лицом не занимаюсь, то есть я его не трогаю, но я знаю, что у нас очень сильно сохнут руки в самолете и губы, поэтому я беру с собой самую обыкновенную гиерийскую помаду, самая маленькая, удобная, это у меня Labello с оливком и лимоном, типа как Nivea, да, из этой натуральной серии, и беру крем для рук L'Occitane, для того, чтобы, когда это все начинает высыхать, руки и губы, можно было на себя все это намазать, в общем, очень люблю эти кремики, они такие маленькие, удобные. Что у меня еще в сумке будет? Салфетки, нитка для зубов, для меня это абсолютно необходимая вещь везде и всегда, поэтому даже не спрашивайте, многие меня это спрашивают, зачем эту ерунду с собой таскаю, мне надо. Так, у меня тут еще будут просто салфетки для лица, такие, знаете, которые жир убирают, зеркальца, просто мокрые салфетки, потому что мы их уже используем, я, насколько я знаю, своего мужа, мы их еще до аэропорта используем, маленькие духи, пробник, это что у меня? Аква-аллегория от Герлен и жвачка. В общем, это вся моя сумка, это все, что я буду с собой таскать, и в Риге, и везде, все это, наверное, будет все время при мне, кроме вот этого кошелька, где будут паспорта, это только кошелек, ну, короче, я потом все соберу, это только кошелек на, ну, на аэропорт. Если вы меня спросите, где все наши документы остальные, все билеты, все другое, это в сумке у Нейцера, Нейцер поедет вот с таким вот рюкзаком, просто с зеленым большим рюкзаком, у него этот рюкзак от фирмы Jack Wolfskin, кто знает, он когда этот покупал рюкзак, если девушки любят хорошие какие-то сумки определенных марок, вот Нейцер ужасно хотел рюкзак этой фирмы, и когда мы ему покупали этот рюкзак, он был такой счастливый, это было так смешно смотреть. Все наши документы на самом деле будут вот просто в таких, знаете, обыкновенных самых файликах, нам так удобно, мы все время так летаем, и все билеты по-любому нужно распечатывать, все нужно распечатывать, все нужно в листах, короче, мы никогда это не складываем в 10 складышей, вот так вот печатаем, в файли кладем и в рюкзак, потому что, знаете, всегда с рюкзаком ездит. В рюкзаке будет мой комп, с которым мне нужно все монтировать и делать, он у меня обычно вот в такой вот, в таком вот, ну, в такой мягкой сумочке, да, и тут же внутри также есть зарядка для компа, также в рюкзак я обязательно с собой кладу свой фотоаппарат, на который я сейчас снимаю, поэтому показать вам не могу, фотоаппарат и также зарядка для фотоаппарата, будет все внутри, у меня все, знаете, как идет по порядку, например, если есть комп, то зарядка с ним, если фотик, то зарядка с ним, все так идет вместе, чтобы я нигде это потом не искала. Также будет в рюкзаке Нетцера наши книги, которые мы с собой берем, я беру вот эту вот книжку, которую я сейчас читаю, Beauty Myths, когда закончу читать, сделаю вам обзор на нее, что мы еще берем с собой в рюкзаке, не знаю, а, вот он, и еще в рюкзаке у нас будет вот такая вот космисичка, в которой мы кладем, 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 наушники Нетцера также идут вот в такой сумочке, кстати, еще тут есть такая интересная штука, нет, это зарядка от iPad, а, iPad и Нетцера вместе с зарядкой, которая тоже идет в такой сумочке, и также у нас есть вот такая штука интересная, которую мы купили, которая очень удобная оказалась, такой вот двойной переходник для наушников, у меня, я на комп скачиваю фильмы, сериалы, ну, в общем, и мы вдвоем смотрим, два наушника здесь вставляются, и каждый со своей парой, очень удобная штука, она очень часто в самолетах продается, мы, по-моему, в самолете ее и покупали, но я думаю, что в любом магазине можно найти, где угодно, тоже это у Нетцера наушники в такой штучке, и тут две зарядки, у нас есть такая дополнительная зарядка, зарядки везде зарядки, а такая вот дополнительная зарядка для телефона, и если вдруг у телефона все закончилось, сюда вставляешь провод в телефон, и она заряжает телефон, хватает только на одну зарядку телефона, это Нетцера как-то на работе дали, даже на муганю в зуб не смотрят, а, и еще у меня есть вот такая вот, я в Икеа покупала лампочка, я с собой маленькую беру для компа, если где-то темно, в самолете иногда темно, чтобы глаза не парить, то есть не портить, не парить, вот, и очень удобная лампочка, видите, она такая вот маленькая, в общем, очень удобная вещь, в Икеа на копейки стоит, это я вам уже показала, и это идет к Нетцеру, ну, я не знаю, всякие там, может быть, вкусняшки с собой, еще у Нетцера будет вот этот вот штатив, наверное, не штатив, а как это называется, монопод, что такое штатив, нет, не штатив, монопод, вот, штатив, по-моему, есть, это только, это три, трайпод, в общем, с собой беру этот монопод, буду вам влоги снимать, это примерно, что я беру с собой в самолет, больше всего с собой в самолет брать не хочу, будут еще покупки в Дютифри, есть большой список, что Габи-то хочет купить в Дютифри, посмотрим, что получится купить, вот, ну, и давайте покажу вам, как я сложила свой чемодан, ну, что, вот мой чемодан, мы берем один чемодан, потому что два маленьких, невыгодно было брать, потому что на Уизер за маленький чемодан тоже нужно платить, поэтому выгоднее было взять один большой, а что вам показать, как вам это все показать, не представляю даже, значит, давайте начнем с косметички, это косметички всяких уходовых средств, что я с собой беру, Итак, косметичку в эту 100 раз встретили, да, это косметичка от Moroccan Oil, я беру с собой, ну, ватки, куда без ваток, ну, в общем, расческу, сейчас я пользуюсь вот таким вот расческом, поэтому беру, у меня волосы сейчас короче и удобно очень пользоваться, беру дейзик гриньер, в общем, зубная щетка, кстати, мама мне дала такие интересные, знаете, насадки на сами зубчики, очень прикольно, чтобы сами волоски как бы не, ну, не мялись. Зубная паста, крем тащился, эклорант полный, сюда, как обычно, налила крем для волос, Нетцер когда-то еще купил такой дейзик маленький в аэропорту, как раз берем, беру целую умывалку от Леват Лень, от Ланкаста, что я пользуюсь, очень-очень сушит кожу, девочки, я не знаю, если вообще это актуально, потому что вроде она не продается, очень сушит кожу, учтите. Тут у Нетцера такие миниатюрки таких духов от Кельвин Клайн, когда-то он покупал тоже в самолете, вот с собой он это и возьмет. Тут есть еще пилочка, просто вот такие вот маленькие духи его, мои какие-то, по-моему, не помню какие, Дольче, по-моему, палочки. И тут вот мои уходовые средства, в общем, я не буду открывать, но быстренько скажу, как обычно, я налила в один биодерму, в один тоник, это масло пай на ночь, тут есть крем Невея, этот спонж, масло для волос, органовый Moroccan oil и масло для прыщиков чайного дерева. Вот здесь, что я положила здесь, здесь все вот таких вот bag and bag, наше белье, здесь я уже сложила тут подарок маленький, тут уже сложила некоторые джинсы, свитера, это Нетцера, это мой свитер, тут две наши шапки, тут шоколадки для моей подружки, у которой мы остаемся, она их обожает, она в Израиле долго жила, она знает эти шоколадки. Дальше, кстати, всегда я с собой беру линзу, вот именно вот это вот, у кого фотики большие, как у меня, вот эта линза 40 мм, Canon, она называется еще Pancake, Pancake Lens, да, кому интересно. Дальше, тут еще спереди свитера и также всю свою одежду я сложила вот тоже в такой bag and bag, внутри вот так вот сложила, свитер я туда не кладу, потому что у меня еще туда нужно пижаму положить, которая еще не высохла после, стирки, вот, ну и еще Нетцер должен дать некоторую свою одежду, которую я еще сюда добавлю, я уже здесь порядок сделала. Так, я также беру с собой, как всегда, косметичку Белоива, моя самая любимая косметичка, ну очень-очень удачная косметичка, девочки, вы видели новые кисти, которые выходят 23 февраля, я просто не могу, я о них мечтаю уже, просто суперские кисти, тоже из этой коллекции, да, Golden Rose, они такие розовые, я вам оставила фотку в Инстаграм, зайдите, смотрите, просто суперские. Так, короче, шо у нас здесь, если вам интересно посмотреть, давайте я это быстро вытащу и буду просто обратно складывать, если сяду, будет удобнее не стоять. Из кистей я беру, как всегда, всего лишь три кисти, от Real Techniques, вот этот вот Buffing Brush, который для меня, для бронзера, для, как это называется, для румяна всего, это растушевывать мой консилер, я вам как-то показываю, как я это делаю, и расчесывать брови. Для поездки три кисти вполне достаточно, так, что тут еще не все, я вытащила, вот, дальше, беру лак Life, вот этот вот у меня на ногтях сейчас, такой вот оранжевенький, от Stone я с собой никогда не беру, кто-нибудь даст, а если не дадут, куплю там за копейки, какие-нибудь там и оставлю. Беру с собой два карандаша от MAC, к ним две помады от MAC, ну, вы можете догадаться, какие-то помады, ничего нового, я беру Eroin, я беру Rubio, в общем, это у меня такой стандартный комплект. Дальше, как обычно, клиник, вот этот Chubby Stick, который я люблю, коричневатый этот, который в номере 02 Lotto Latte. Дальше моя тушь для бровей, которая у меня уже закончилась, я ее уже выскрябываю, я хочу купить новую в Duty Free. Мой консилер от NARS для моих неровностей на лице, это для того, чтобы тушь моя была дико красивой, большие реснички, и к ней я беру Гурмандист тушь, такая вот двойца, лаколку, чтобы делать хвостик, подводку от L'Oreal, Superline, духи миниатюрка и семьяки, но это, по-моему, какой-то там флора, что-то, ну, я их тоже очень люблю, а это, чтобы держался Chubby Stick. И вот этот вот бальзам от Dior Lip Glow. Румяшки, так, я беру вот эти вот от Harroglass, Mood Exposure, да, потом я беру бронзер Tufet миниатюр, и вот эти вот румяные от Slick в номере 221, которые называются Замуж. Вот это я все беру, это мы кладем, кстати, внутри из-под кармашек, я туда это внутрь кладу, чтобы эта вот упаковка диодская, которая мне абсолютно не нравится, не поцарапалась, но закрывайся. Это все, что я беру из косметики, а, и беру брасгард для своей подружки, которая попросила, чтобы я ее привезла, вот. Вот эту подушку кладем сюда. Ну вот, это, в принципе, весь наш чемодан, немножко еще будут каких-то футболок, в принципе, из одежды, если вам интересно, я вам примерно скажу, мы берем по двое джинс, я беру два свитера, две рубашки, где-то четыре футболки, Нейтсер вообще не знает, что еще берет, он еще не сказал. А, в чем я поеду, если вам интересно, сейчас покажу. Ну вот, это во что я поеду, я поеду вот в этих вот просто скинни джинс, кому интересно вот такие вот скинни джинсики, ничего особенного, просто, чтобы мне было удобно в них в самолете. И вот этот зеленый свитер, про который вы все говорили, что у меня с ним глаза зеленые выделяются. И из обуви я, наверное, поеду в своих лугах, не, наверное, а точно, чтобы мне они грели на ногу, потому что я знаю, что там в Риге будет относительно холодно, но, по-моему, не очень холодно, и дождя, и снега вообще не собираются быть, поэтому уги будут в самый раз. И кому интересно, мой чемодан, тут много кармашек, он сделан из материала, и он из фирмы IT, но вы, наверное, не увидите, просто IT говорят, что эти чемоданы одни из самых легких, я не помню, сколько он весит, но они дико-дико легкие, вообще, как будто бы они ничего не весят, но, а вот тут написано IT Luggage, это называется фирма, но у них также есть чемоданы в сам самолет, но их маленькие чемоданы, очень странно, они не подходят по размерам в самолеты Лоукост, поэтому обратите внимание, если вы хотите купить такой чемодан, они не заезжают так, как они должны заходить, они не входят в эти стенды у Лоукоста. Вот, видите, ну, как-то так это все выглядит, но я это еще, конечно, все переберу. И что ж, надеюсь, вам было интересно заглянуть и посмотреть, что у меня в чемодане, и что мы берем с собой в самолет. А если вам интересно посмотреть влоги с Риги, я надеюсь, я буду снимать, если у меня будет все как запланировано по плану, то обязательно заходите на мой влоговый канал. Ссылка на мой влоговый канал, она всегда внизу в инфобоксе, так что сходите в инфобокс и смотрите. Вообще вся информация всегда в инфобоксе, не ленитесь, открывайте его и смотрите. И я не снимала никакие видео заранее на следующую неделю и на четверг, поэтому я буду стараться вам что-то интересное снимать в самой Риги. Как-то мне не хотелось заранее вам ничего снимать, а хотелось вам показать, может быть, что-то другое интересное в Риги. Не знаю, посмотрим, надеюсь, получится. Вот, ну а на сегодня все, мы увидимся очень скоро, я надеюсь, что у меня все получится. Пока! Привет, мои дорогие! Сегодня мы поговорим о лаках. О лаках я как-то с вами мало говорю, потому что я никакой не лакомый. Я крылать, я люблю постольку-поскольку. Я какой-то там супер-пупер фан...